Каждый из этих молодых саженцев объединяет двух людей. И в этом питомнике они видят будущую жизнь и свое будущее деревенское счастье. Счастье наших героев не только в будущем. Счастье есть и в настоящем. Когда они вместе занимаются любимым делом. Когда сажают семечко или косточку, а через пару месяцев видят тонкий росток, будущий персик или абрикос. Счастье, когда под вечер устают. Но эта усталость приятна, ведь всего за день удалось завершить обрезку или подготовить новый участок для посадки. Счастье, когда приходит понимание, что здесь и сейчас, благодаря твоему труду, тянутся к солнцу тысячи молодых деревьев. Они совсем скоро украсят новые фруктовые сады, а сочные плоды окажутся на столах жителей и гостей Крыма. И для этого не так много надо. Просто в какой-то момент принять решение заниматься тем, что умеешь лучше всего, и что по-настоящему любишь. Ну, я вообще по натуре сельский житель и человек села и из деревни. Для меня заниматься сельским хозяйством – это сродни. Я, конечно, работала директором Дома культуры, но когда нам пришлось поменять место работы, естественно, мне надо было как-то приобретать себя и находить новые работы. И я почему-то решила, что заниматься саженцами ко мне ближе всего. Наш Нижнегорский район специализируется с саженцами очень много лет, и мы в округе все этим занимаются, люди выращивают, торгуют. На самом деле мы все живем одну жизнь. И огромное удовольствие доставляет это дерево, которое выросло, посаженное твоими родителями. Дерево, которое будет посажено, мое дерево будет посажено в огороде какого-то человека. Это будет приятно, это плодотворно. Честно говоря, идея пришла моей жене. Она давно хотела этим заняться. А потом, когда сказала, как она себе это видит, ну, понятно, я как агроном поддержал ее сразу. Но это была мечта, наверное? У меня была мечта в свое время, когда-то еще давно заняться саженцами и сделать зеленым наш Крым. Ну, теперь, слава богу, все это осуществляется уже. С чего все начиналось? А все начиналось с косточки. Мы посадили косточку персика. Вот это да, смотрите, как красиво. Да, косточка миндаля. Вот, получили первые саженцы по двое миндаля. Осенью привили. И у нас, в принципе, уже было начало заложено. Мы хотим заниматься не штучной продажей, а хотим вырастить много саженцев. Для того, чтобы это были большие объемы, и люди могли покупать качественный, но дешевый саженец. Озеленение Крыма – это наша задача, это наша цель. И у нас есть очень много планов благотворительного плана. То есть, озеленение деревень. Я хочу сказать, что все, конечно, залаживается от родителей, от предков. И меня сейчас ни в какой город не загонишь. Даже если у меня будет миллион, миллиарды, и я ни в какой город ни за что, ни за какие деньги, как говорится. Я деревенский человек. И все это заложено родителями. Любовь к земле, любовь к степи. У меня папа был охотником, был чабаном и был наездником, коневодом. А дед был тоже коневодом. И все детство я проходила на охоту с папой. И все детство я… Не девочковая такая. Нет, нет, нет. Конечно, я была воспитана пацанкой. На конях верхом я умела ездить с раннего возраста. И по степи за овцами. Ну и, конечно, вспоминая это все, удивляешься, как сейчас дети живут с интернетом, с телевидением, не отключаясь от этого всего. А мне было тогда интересно. И я обожаю всю вот эту вот, как сказать, атмосферу. Атмосферу, природу, да, деревенскую жизнь я обожаю просто. Как показал опыт выращивания плодовых культур на землях Нижнегорского района еще в советские времена, здесь отлично живется не только сильным и холодоустойчивым яблоням. Персики и абрикосы тоже здесь себя чувствуют вполне комфортно. А урожай не меньше, чем в более теплых южных регионах. Потому и в этом питомнике персики, например, ничуть не уступают по красоте и мощи могучему сенапу. В питомнике есть яблони. На 106-м подвое Семиренко, Гольдин. Какими стройными рядами она растет. Да, да. Это, конечно, труд. У нас есть миндали. Вот. 8 сортов миндалей. У нас есть 8 сортов персика. Хочу сказать, что миндали – это все наши крымские селекции. Вот почка вся из ботанического сада. Персики – это тоже все наши проверенные сорта. Золотая Москва, Кремлевский, Коллинз, Редхевен. В общем, это все сорта, которые действительно любит наш потребитель. Вот. У нас есть абрикосы. 4 сорта абрикосы. Это хорошие сорта тоже абрикосы. Здесь у нас будущий персик. Сейчас это все прививка у нас на миндале. Миндаль. Видите, вот эта косточка мы посадили в марте месяце. В августе привили уже вот это дерево. И на перспективу у нас будет персик. Сортов также у нас здесь много. Разновидность сортов имеется. А какие вы любите сами персики? Ну, персики я люблю Редхевен. Почему? Ну, потому что он растет у меня дома. Это персик. Сорт ветеран. Вот. Ну, что хочется сказать. Вкусные персики. Персики надо выращивать. И я вам скажу, что для Крыма, когда приезжают отдыхающие, то это основной продукт, который сюда их будет манить. Потому что, ну... Персик это вообще символ Крыма наравне с виноградом. Да. Тем более, что персики у нас очень хорошо растут в Крыму. И особенно само растение, корневая система персика устроена так, что они растут на голодных почвах. Им нужны легкие почвы, понятное дело. Выращивать персик хорошо на хорошей земле, но можно выращивать и на плохой. У нас здесь 4 сорта абрикос. Вот мы стоим. Это сорт царский. Я вам скажу, очень интересный абрикос. Мне когда-то несколько деревьев подарили, друзья. Я посадил. И вот они у меня дома растут. И вся прививка сделана от царского абрикоса. Вот из тех сортов, которые у меня есть. Вот. Он царский, потому что крупный? Он очень такой крупный, но очень мякоть у него такая сочная, мягкая и тонкая кожура. И самый такой светло-желтый. Очень интересный абрикос. Много в питомнике и будущих миндальных деревьев. С них ведь все и начиналось. А теперь они подросли и скоро станут не только частью чего-то сада, но и смогут принести пользу крымским полям. Вообще у нас сейчас в Крыму орехоплодные. Очень большой интерес к ним. Да, они становятся все более популярными. Да, становятся популярными. И многие хотят посадить миндали. Потому что порядка 90% орехов мы закупаем. Это не секрет. В России покупка идет за границей. Поэтому очень было бы правильно посадить свои сады миндалевые. Миндаль неприхотливое растение. Единственное, понятно, что нужно с самого первого времени получить хороший саженец. Потом правильно пересадить, подкормить. И в принципе, если есть орошение хорошо, но он вытянет и без орошения. Его только первые пару лет попробовать пополевать, постараться пополевать. Он не требует больших обработок химических. Поэтому растение такое довольно-таки стойкое. Мы когда начинали заниматься с Лизой этим делом, у нас и была такая идея, что озеленять Крым, посадка в лесополосах, именно культурных растений. Тех, которые не надо обрабатывать. Вот миндаль, его не надо обрабатывать, но он очень быстро растет. Это хорошая лесополоса и очень вкусная будет лесополоса. То есть, если, грубо говоря, посадить яблоню, мы там с ней ничего не получим. А вот миндали в лесополосах будут очень хорошо себя чувствовать. Место для создания питомника было выбрано не случайно. Кроме того, что почва здесь отлично подходит для выращивания плодовых культур, само село Акимовка много лет назад стало родным одному из наших героев. Может быть, поэтому сегодня он и работает в районной администрации, правда, Белогорского района, помогая развиваться таким же фермерским хозяйством, какое создала его жена. Когда был маленький, думал, что буду агрономом. А потом однозначно я решил для себя, что буду преподавателем именно биологии. Я любил биологию всю жизнь. Когда школу заканчивал, поступал в педагогический институт Мелитопольский. Но по стечению обстоятельств не получилось мне поступить. И я пошел на подготовительное отделение в Крымский сельхозинститут еще с надеждой перевеститься. Потом когда-нибудь опять в педагогический. Ну так жизнь закрутилась. Это мне все равно родное все. И я остался и всю жизнь работаю по специальности. Моя родина Омской области. Колосовский район, село Колосовка. Там мои корни, там мое детство прошло. В 85-м году, когда мы сюда переехали, опять же, мы там в селе жили и сюда приехали в село. И, соответственно, для меня ничего не поменялось. Мои родители очень быстро решили сюда переехать. Они приехали в Крым отдохнуть. И я вам скажу, что они 15 сентября приехали с Крыма с отдыха. А 1 ноября уже мы с родителями приехали сюда. Мама еще раньше приехала. В те советские времена здесь, в Акимовке, в колхоз Дружба был. Сразу предложили маме работу, папе работу. Папа стал токарем, мама бухгалтером. Крым меня вообще поразил. 1 ноября я побежал, уже все было убрано, яблоко. А то, что не убрали, на дереве висит, я мог сорвать, попробовать поесть. А оно уже вызрело окончательно, сочное. Это было, конечно, это что-то было. Ноябрь месяц, на родине моей, в Сибири, снег лежит. Я сюда приехал. Мы когда переезжали, еще перелетели самолетом. А в шубах, в валенках, короче, все, там есть теплота, красота. Теплота и красота окрестностей Акимовки и помогают выращивать такие прекрасные саженцы. Но работать нужно все равно очень много. Тысячи новых деревьев просто так не появятся. Нужно готовить почву, растить из косточек и семян посадочный материал, заниматься прививкой, поливать и защищать от болезней и вредителей. Ну, начиная с зимы, с февральских окон, начинаются наши трудовые будни. Они очень сложные, потому что мы стоим очень рано. Нам надо приехать сюда, настроить работу, настроить работников. Ну и как бы мне приходится работать вместе с работниками физически. Но я от этого не устаю абсолютно. Я начинаю с февральских окон встречать весну. Этот запах, этот запах севаша, эти рассветы. И на самом деле я поражена, что я абсолютно не устаю. Здесь я получаю удовольствие. Да, у меня нет маникюра, у меня нет макияжа, но я получаю удовольствие от того, что я сделала сегодня. Прошла столько рядов, сделала. Это не от того, что я хочу сэкономить деньги. Я просто работаю, потому что это моя работа. У нас целый год занят. Вот сейчас мы начнем садить косточку абрикоса. Сразу за косточкой абрикоса начнется выкопка саженцев. Как только мы закончим выкопку саженцев, мы начнем садить яблоневый подвой. Вся зима, вот все дни, которые выпадают, хорошие дни, в которые можно работать, все время здесь есть работа. Приходит ранняя весна, мы будем, я вот сейчас сходим туда, где подвой у нас растет, прививка прошла, мы начнем сразу делать обрезку на почку. Это опять вся весна занята. Потом начинается, это уже май месяц, начинается раскладка капельницы, начинаются поливы, подкормки, ну и в общем все, цаповки. И опять сезон до прививки. Прививка прошла, есть где-то полтора месяца. Вот это сейчас, грубо говоря, это пауза. Как раз небольшая пауза, минимальная. Минимальная пауза. И мы сразу после этого, значит, ну все, год. Мы садим подвой. Подготовленный грунт мы садим подвой. Подвой он выглядит совершенно не так, как вы его сейчас видите. Он выглядит вот такой вот палочкой. Вот здесь вот есть граница. Эту палочку мы садим. Весной она дает, значит, прирост. Вот это вот уже прирост. И все, и ухаживаем за подвоем, как за деревом. А осенью мы занимаемся прививкой. К этому дереву мы прививаем почку. Прививаем. Вот эту пленочку мы снимем через месяц. Почка прижилась. Почка прижилась. Дерево также стоит и ждет весны. Слава богу, мы от зайцев защитились. Потому что зачастую зайцы очень любят вот здесь вот именно грызть. И они являются главными вредителями для людей, которые занимаются саженцами. Для саженцев, в частности. А весной мы обрежем вот эту часть до почки. И это самая, наверное, стрессовая ситуация. Да, и все. Пока почка не начинает свести, все хорошо. Как расти, начинает расти почка. Вот здесь уже, да, стрессовая ситуация. Потому что любой цоповщик, любой мимо проходящий может зацепить эту почку, и она обломается очень быстро. Пока дерево не наберет толщину, ну, душа не на месте. Вот пленку сматывают люди сейчас, рабочие наши. И все. А вообще, все лето здесь, были месяцы, когда мы не успевали обрабатывать, и я сам с опрыскивателем. Вот приезжаю с работы в 5 часов, в 6 часов я сюда добираюсь, потому что мне с работы ехать сюда час. Переодеваюсь у родителей, беру опрыскиватель, и потом до самой темной ночи я в саду здесь. Вот. Поэтому... А теперь, конечно, теперь красота. Теперь я хожу, просто заглядываю, и восхищаюсь результатами труда, и все. С началом сезона я приобретаю отличную фигуру, потому что приходится брать капельку в руки и так пчаться 80 метров туда, 80 метров обратно. А всего это сколько получается? Ну, выходит до 5 километров в день. Ну, это минимум. Минимум. Это то, что вот как бы на скорости... Конечно, стараешься по чуть-чуть, но если сроки, как говорится... Поджимают. Поджимают, да. То тогда бегаешь, и довольно-таки очень спортивно это все получается. Мы поливаем раз в 7 дней. Осуществляется полив где-то до 4 часов. Как сложно это все происходит. То есть это изначально просто... Никакой сложности. Сложности у нас заключается только в том, как уложить капельку, капельное орошение. Ну, а в дальнейшем мы только просто открываем и закрываем краники. Но также у нас есть и вредители. Поэтому мы иногда проходимся, когда включаем полив, и с помощью соединителей есть порывы. Бывают у нас птички клюют, животные всякие грызут. Вот так все. Начинающим фермерам бывает сложно поверить в успех своего хозяйства. В любом уголке страны, и в особенности в Крыму, фермерство сопряжено с различными рисками. И наши герои тоже это понимали. Поэтому подробно изучили способы господдержки. Их сейчас достаточно много. И, по сути, любой человек, который любит работу на земле, в деревне, может начать свое дело без особого страха. Конечно, любое дело требует вложений. Это, в первую очередь, вопрос. Сначала мы как-то справлялись с собственными финансами, сбережениями. Сейчас нам государство предоставляет очень много программ для развития. И за эти все программы мы хватаемся. Все, что нам дает возможность государства, это возможность. Мы за всю возможность хватаемся. В частности, вот... Благодаря центру занятости я оформила ИП, свое предприятие. Получила какую-то единовременную выплату. Сейчас я защитила грант. И это огромнейшее подспорье. Спасибо большое Министерству сельского хозяйства. У нас будет теперь возможность приобрести технику, облегчить наш труд физический. А какая техника нужна будет? Мы хотим приобрести два мини-трактора. Малютки, чтобы между рядами проходили. Один трактор у нас будет, чтобы проходил между рядами. Ну и другой трактор чуть побольше. До этого все было вручную с помощью мотоблока. Как вы видите, территория очень большая. Сейчас мы с этим никак не можем справиться. Риски есть во всем. Сельское хозяйство – это вообще рискованный бизнес. И все, кто занимается сельским хозяйством, они сразу себе отдают отчет, что должен быть страхфонд, что человек должен понимать, что у него может в любой момент быть мороз, может быть засуха. Все это может быть, это нормально. Но, имея страхфонд, надо продолжать заниматься и все, не останавливаться. И все же, главная помощь не в этом. Чтобы решиться начать свое дело, нужно понимать, что это не только твоя личная цель, но и цель твоей семьи. С нашими героями получилось так, что выращивание саженцев стало объединяющей идеей. Ведь если один в поле не воин, то двое – это уже команда единомышленников. У нас с Лидой вообще интересная получилась встреча. Ну как, я был разведен, жил один. Лида разведена, жила одна. Я работал в Охотском, директором. Она работала директором клуба. Я увидел выступление на сцене. Понятное дело, я как во многих программах был спонсором. И приходил, вот увидел Лиду. Ну, познакомились. И так завязалось, влюбились и все. Я вам скажу, что у меня очень хорошая жена. У меня растет хороший ребенок. Олег сам по себе человек очень хороший. И он очень много делал добрых дел в селе Охотское. Да и в Заветном очень много хорошего сделал. Я должна была вручить грамоту своему будущему мужу. Я его тогда лично не знала. А мой ребенок со сцены пел песню, посвященную именно ему. Я думаю, что ему это польстило. Польстил этот номер. Ну, это, конечно, приятно. И, то бишь, я думаю, что он меня заметил. Двое высоких, красивых людей. Ни женатых, ни замужних. Мы нашли друг друга. И нашли, по характеру нашли. Нашли по своим общим представлениям о жизни. Когда мы встретились, Задочка была совсем маленькая. Ей было пять лет. Теперь ей уже девять. Она приезжает сюда в питомник? Конечно. Конечно. Она здесь. Мы сегодня бы хотели ее с собой взять, но в школу. Без пропусков. Ей тоже это все интересно. И мы... Ну, короче, у нас хорошая, добрая, любящая семья. И мы довольны всем. Муж мой с Омска. Он русский мужик. Мои родители русские. И мы решили в этом стиле сделать свою свадьбу. В русском стиле мы ее так назвали. Какие были наряды? Наряды у нас были... У мужа была красная рубаха. В гости были наряжены, одеты тоже в костюмы, соответствующие русскому стилю. Сарафаны, кокошники. Все это было у нас на свадьбе. И самый интересный обряд у нас был тоже особенный. Мы пили медовуху, а не шампанское. И вокруг нас сводили хороводы. Любовь и поддержка близкого человека в любом деле – это то, что побуждает нас двигаться вперед, развиваться, делать добрые дела и строить будущее. Наши герои знают это наверняка. Для них семья – это одновременно и опора в жизни, и старт для чего-то нового. Ведь любой из этих подрастающих саженцев может стать частью нового сада или таким большим и сильным деревом, возле которого сможет собираться вечерами за кружкой горячего чая другая семья. И это дерево будет символом общего деревенского счастья. То, что у нас получилось в этом году, а это первый наш такой огромный урожай, это первые плоды нашей работы на самом деле. И мы очень в большом восхищении от того, что мы видим сейчас. И мы набрались опыта, и мы можем этим делом заниматься в дальнейшем и только-только увеличивать эти объемы. У нас получилось, я хочу сказать. У нас получилось, я этим горжусь и этому радуюсь. Самое главное, что продукт, который у нас получился, радует глаз. Я привык с детства работать на земле. И я честно говорю, что я бы ни дня не смог прожить в городе. Для города я не создан. Я приезжаю даже на совещание в тот же Симферополь, за два часа устаю и еду домой. И все, короче, я не могу. Движение, много народа, мне не нравится. А вот что касается здесь, я здесь отдыхаю душой. Здесь тяжело физически, но очень хорошо для души. Я обожаю свою землю, я обожаю свою... Я считаю, это моя родина. И когда я, повторюсь, выхожу сюда на поле, мне не скучно. Я слышу этот запах. Запах пресеварских трав и самого севаша. И мне становится очень спокойно на душе. Такое упокоение и радость. Я рад, когда у меня выпадает минутка дома побыть. Мы с семьей просто дома можем сидеть. У нас там есть тоже дома садочек небольшой. Клен растет. Сидим под кленом, там что-нибудь вкусное жарим. Вот я считаю, это отдых. Я отдыхаю от работы, от людей отдыхаю, если честно сказать. Потому что интенсивная такая жизнь идет. Если бы не было семьи, не было бы Лиды, не было бы Златы, я там не был. Но жить надо для чего-то. Надо жить для кого-то. Надо просто понимать, зачем живешь. Вот когда у человека появляется цель в жизни, есть смысл в жизни, вот тогда и жизнь есть. А для себя много не надо. Мое деревенское счастье – это моя семья. И мой любимый муж, мой любимый ребенок. И наше общее дело. Если бы не было у нас общего дела, а муж у меня агроном, его идеи, мои идеи, его поддержка, и наше совместное дело нас очень сплачивает. Хочу сказать, что я сейчас самый счастливый человек на свете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!